30 августа, 31 день выхода, мысленно работала с тяжами печенью, тяж это в смысле имеется от гланд и куда он идет, то есть ощущается, гной без крови, кстати минус 600 граммов за сутки потерял, прогулка была с часу дня до 17.25, прошел 8.7 километров, ну большая прогулка. Энергии нормально, песенки пою, ножки норм, чуть уставшие после вчерашней прогулки не до конца восстановились, под конец подустал, так как шел под нагрузкой, тяжелые сумки, но в целом хорошо. Во время прогулки общался с незнакомыми людьми, наблюдал со стороны и вот на какой мысли я себя поймал. Практически 99.9% людей у нас, да во всей стране думаю, как затравленные звери, напряжены, все до предела, агрессивны изначально, темная энергетика так и прет. К ним подходишь с позитивом, они смотрят на тебя, как на идиота и ждут какого-то подвоха от тебя, доведены до скотского состояния, выживаем, а не живем, неприятные ощущения. Раньше не обращал на это никакого внимания, а эти затравленные глаза. О каком здоровье нации может идти речь? Вот такие рассуждения. 31 августа, 32 день выхода. Перед сном мысленно поработал с тяжами печенью, промассировал колени хрустят, колени на ощупь холодные, надо срочно найти теплые наколенники и сходить в баню попариться. Вроде бы уже открылись стул, стул, все-таки козьи. Катушки идут, горячая отварная свекла плюс каша пшеничная с топленым маслом, отлично, это хорошо. Стул 21 день подряд, идет работа по очистке организма, общее состояние и настроение хорошее. Значит, в области горла наблюдается позитивная динамика, но очень медленно, буквально по миллиметру. На них слева до сих пор держится, покраснение гланд справа блекнет потихонечку, лучше чем было. Миндаль у нас справа становится менее белесой. Я ему советую найти хрен, лишая на щеке слева не беспокоит, визуально не наблюдаю. На ощупь кожа в этом месте хорошая, без изменений. В 33 день выхода, 1 сентября, пожевал имбыль, быстро сплюнул, стало сильно жечь кончик языка. А я предупреждал, что все эти жгучие продукты, они могут быстро сжечь слизистую, как во рту, так и на языке. Поэтому еще разок вас предупреждаю, очень и очень осторожно. Ночью потел, белье влажное, плюс 500 грамм за сутки. Крови и слизи в стуле нет. Значит, надел шерстяные наколенники, будем применять. Я думаю, дела с коленями поправятся. И, кстати, во время прогулки впервые почувствовал довольно сильно выраженное половое желание в лечении. Но вот это уже говорит о том, что практически восстановление организма произошло. Вот интересно он пишет. Горячая ванна, плюс оливковое масло. Втирал в тело поясницу, колени, стопы. Складываюсь пополам. Поясница тянется без боли. А ведь у меня была травма в области поясницы справа, с 10 класса. Это постоянные боли по типу зубной и треск, хруст. Я даже к этой боли привык, а вот теперь ее нет. Чудеса. Шерстяные наколенники на ночь. Общее состояние и настроение отлично. Чудеса продолжаются каждый день. 2 сентября, 34 день выхода. Шерстяные наколенники на ночь. Прополоскал соленой водой, а затем водой с хреном. Хорошо. Ощущаю гланды и область печени. Значит, опорожнение полное. Никаких посторонних включений нет. Жую хрен. 5 минут. Отрезаю небольшой кусочек. Отлично. Жевать намного эффективнее, чем полоскать. Значит, припекает гланды, миндалины терпимо. Жую до кашеобразного водянистого состояния. Затем выплевываю. Нормально. Очень хорошо по ощущению. Остается наблюдать. День хороший. Стол 23 день подряд. Что ему еще? Пишу. Жгучего поменьше внутрь. Этот вкус сушит кал. Значит, в рот положили, пожевали, чтобы парами гланды проработать и выплюнуть. И запомнить, как жгучий вкус действует. Эти ощущения вызывать при работе стяжем. 3 сентября, 35 день выхода. Спал хорошо. Общее самочувствие, настроение хорошее. Набрал 1,2 кг за сутки. Опорожнение полное. Хорошо. Хочу особо отметить важность массажа живота в области печени, как один из лучших методов регуляции ЖКТ. Ощущая на себе этот эффект, у меня отошли полипы. Живот расслабился, и я имею теперь возможность массировать живот и кайфовать. Живот просит, чтобы его помассировали. Вот что сообщает Эдуард. Попарился от души. Сначала была тяжесть, энергии и сил мало. К исходу второго часа пошла энергия, бодрость, силы. Началась настоящая парилка. Пробил до конца стопы колени. После баня оливкового масла в тело, поясницу, стопы, колени. Живот и анус норм. В ной отходит, работа идет. Применяется хрен. Это стул. Тут куча, куча этих козьих катушек. Значит, я его спросил, какой вес был там до голода. Мой обычный вес до чисток печени был 78-79 кг. После чисток печени, мой вес перед голоданием был около 75 кг. 4 сентября, 36-й день выхода. Общее самочувствие и настроение хорошее. Опорожнение полное, хорошее. Никаких посторонних включений нет. Ножки вновь запрыгали. Голова ясная. Внутренне равновесие. Баня – это сила. Завариваю в термосе 1 литр, 3 горсти шиповника плюс ягоды можжевельника 1 столовая ложка плюс ягоды боярышника 5-8 штук плюс чага 1-2 небольших кусочка. Если положить больше боярышника, то он все перебивает. Термос завариваю по 3-4 раза норм. Мне нравится цвет, вкус, как воспринимает организм, желудок, тепло, хорошо. Тонизирует с медом очень хорошо. Ярко выраженного одномоментного эффекта не заметил, но так думаю, столько полезного. Меня больше всего поражают ягоды можжевельника. Запах смолы. Натуральная живица. И жевать очень хорошо. Так, в 17.0 салат плюс отварная картошечка плюс сало плюс масло. Робши – 1 чайная ложка. Хорошо. При нанесении удара правой прямой правый локоть перестал выдавать боль. Чудеса. Удар пошел. Действительно по прямой. Раньше по непонятной траектории. И быстрее, и жестче. Я в 18 лет в лучшие свои годы так не бил. Страх боли уходит. Видите? Каждый по-своему ориентируется. Человек занимался боксом. И он уже рассказывает. Значит, что он пишет? Хрена работает хорошо. Общее самочувствие. Настроение хорошее. С уважением. Со стулом. Лучше с едой не спешить. Я советую. Внимание на тщательное жевание. Эдуард пишет. Тыквенное масло мне очень нравится. Вкус, запах. Как заходит. То, что оно мне очень помогает. Чувствую интуитивно. Организм, мне кажется, даже сам просит его. Гной отходит значительно меньше. Это хорошо. 5 сентября. 37-й день выхода. Так. Тыквенное масло. Стол без козьих катушков. Слези полипов. Это уже большой прогресс. Компот из сухофруктов. Свеча сливочного масла на ночь перед сном. Общее самочувствие и настроение хорошее. Спросил, откуда в основном гной отходит. Он пишет. В основном из десен. Я тогда советую. Меняем в этом случае метод. Почаще полоскать рот умеренно под соленой водой. Она должна тянуть из луна к зубу. Но не быть чрезмерно соленой. Примерно как в море. Для того, чтобы вот этот весь гной отходил. Так. 6 сентября. 38 день выхода. Массаж. Все делаем. Молодец. Энергии норм. Общее самочувствие и настроение отличное. Опорожнение полностью хорошее. Голова ясная. Значит. Стул. 28 дней подряд великолепно. Живот и анус норм. Геморроидальная шишка исчезла. Значит. Полоскаем соленой водой. Сил прибавляется. Общее самочувствие и настроение отличное. Ну вот впервые стул появился наконец-таки у нас желтого цвета. Это говорит о том, что заработала печень. Нормально. Вот я и поэтому и сообщаю. Судя по стулу печенка заработала. Вот это и сразу дало силы. 7 сентября. 39 день выхода. Значит. Что приятно отметить. Моча светлая, прозрачная, желтоватым оттенком. Хотя накануне кушал свеклу. То есть произошло укрепление слизистых почек. Это хорошо. В стуле крови слизи полипов нет. Колени еще потрескивают. Общее самочувствие и настроение нормальное. И это хорошо. Что я ему пишу. Выход должен был бы уже закончиться. Но язык говорит об одном. Молочница. Если она вас сильно беспокоит, то все, что делайте, продолжайте делать. Продолжайте потому, чтобы не дать ей вновь распуститься и сожрать. Привыкайте к новым ощущениям. Делитесь впечатлениями. Все делается не так быстро, как хотелось. О чем-то особом пишите я с вами. Всегда откликнусь. Указал, что делать. Или скажу. Не знаю. Если я не знаю. Сороковой день выхода. Это 8 сентября. Творог с медом. Хорошо. Стул 30 дней подряд. Самочувствие и настроение хорошее. Что сообщает Эдуард? Второй день. Меня не покидает одна мысль. Дело в следующем. Я меняюсь. Не только на физическом уровне, но и внутренне. Стал более спокойным, уравновешенным, менее агрессивным. Лучше контролируя свои негативные эмоции. На многие вещи стал смотреть иначе. Взвешенно, без спешки и так далее. Если сравнить, то я как будто возвращаюсь в детство. Где я был спокойным и жизнерадостным ребенком. В связи с этим у меня возникает вопрос. А не связано ли все это с тем, что мне удалось несколько поубавить численность в своем организме этих паразитов и гадов. Чужеродных, низкочастотных, темных сущностей. А если это так, то получается, что они управляют нами. Диктуют и навязывают нам свою волю. И весь этот негатив, агрессия, злоба, ненависть и прочее. Это все они. Мы как маринетки в их руках. И только сейчас я стал это четко осознавать. Вот она оказывается, как устроены и работают чудеса. Что я ему написал? Голос снимает напряжение в сознании. Выравнивает энергетику. И в целом это отражается в лучшую сторону. Человек становится гармоничным. 9 сентября, 41 день выхода. Мысленно работал с тяжами печенью. Это хорошо. Опорожнение полностью хорошее. Общее самочувствие, настроение хорошее. Завтра утром уезжаю к маме в деревню, в Кировскую область. Копать картошку и прочее. Задержусь на недельку на две. Очень рад этому. Приду мысли в порядок на природе. На этом, на этом заканчивается выход из голода. Вот я ему написал. Поезжайте, подумайте, переосмыслите житие и бытие. И особенно опасайтесь возбуждения ветра. Продолжайте жевать жгучее для обеззараживания полости рта. С уважанием кенеша. Вот такие вот. Такая была эпопея. На этом мы и заканчиваем.